приветствую подписчиков канала рубанков меня зовут андрей громов я преподаватель в русской токарной школе те кто занимается токарной обработкой дерева часто обвиняют в том что они переводят стружку и в опилке ценные породы дерева когда изготавливают свои чаши и тарелки но это было в прошлом сейчас все изменилось потому что у нас появилось приспособление для вырезания чаш с помощью такого приспособления можно вырезать чаши от 75 до 300 миллиметров и глубиной до 130 миллиметров но также есть модели которые позволяют вырезать чаши большего диаметра с помощью такого приспособления можно вырезать до 3 чаш из одного полена или куска дерева но оно должно быть обязательно или сырое или полусырое на сухом она работает к сожалению не будет в данном данной оснастке в комплекте идет ручка два сменных ножа ствердосплавными напайками и ключи для регулировки и смены ножей стержень для установки приспособы в подручник продается отдельно и сейчас мы сделаем подготовку мы установим заготовку планшайбу на станок обточим с наружной стороны чтобы потом можно было вырезать изнутри вот я обработал заготовку с наружной стороны сделал форму чаши сделал шип для установки четырех кулачковый патрон сейчас я сниму ее со станка сниму планшайбу и поставлю в патрон буду обрабатывать уже изнутри из этой заготовки я вырежу три чаши толщина каждой чаши будет около 20 миллиметров а толщина лезвия 8 миллиметров поэтому я начинаю разметку от края отмечаю 20 миллиметров затем ширину лезвия 8 я буду вырезать сначала самую большую чашу большего диаметра и поэтому здесь середине я буду делать посадку под кулачки четырех кулачкового патрона на разжим я сначала сделаю это посадочное место потом вырезу вырежу первую чашу разверну заготовку сделаю там шип чтобы можно было вырезать вторую чашу еще одну теперь пришла пора устанавливать приспособление ставим ее в опору подручника и нам нужно отрегулировать ее по высоте так чтобы лезвие приходило ровно в центр для этого на стержне ослабляем винт и опускаем вниз затягиваем так как мы начинаем с самой широкой чаши нужно установить лезвие для вырезания чаши большого диаметра я меняю лезвие чтобы начать более широкого так вот и затягиваем здесь далее необходимо установить приспособление таким образом чтобы сзади она совпала с пинолью задней бабки и установить глубину для этого в комплекте шли вот такие шаблоны которые помогают выставить нужную глубину то есть для большого лезвия и для малого лезвия мы устанавливаем его таким образом чтобы замерить глубину и поставить так чтобы болт совпадал с центром примерно на такую глубину она будет резать у нас и уже исходя из этого фиксируем здесь не зажимаем здесь тоже зажимаем и все нужно хорошенько затянуть перед запуском проверяем чтобы все хорошо было затянуто устанавливаем обороты в районе 300 оборотов в минуту и запускаем при подачи лезвия внутрь нужно рукой надавливать немного на лезвие чтобы она не вибрировала время от времени необходимо вытаскивать лезвие чтобы освобождать его от стружки перед тем как полностью выточить чашу необходимо почаще останавливаться и проверять если она начинает уже шататься значит мы подходим близко к финишу и тут нужно подавать потихонечку и аккуратно и аккуратно что сделаем вот и готова первая чашка теперь временно я снимаю приспособление снимаю первую вырезанную чашу и устанавливаем снова в патрон оставшиеся заготовку с этой стороны сейчас я сделаю еще один ласточкин хвост шип чтобы схватить патрон и вырежем из нее еще одну чашку и ставим на место вновь наше приспособление теперь я поменяю режущий нож с большого на малый снова ослабляем этот нож перекидываем назад это ставим вперед и затягиваем теперь мы берем малый малый шаблон и регулируем глубину по шаблону и поджимаем снова пиноль задней бабки вновь проверяем чтобы все было затянуто и запускаем станок на малые чаши можно оборот уже сделать немного побольше до 600 оборотов в минуту и и ну вот и готово конечно работа еще не закончена теперь эти заготовки нужно обернуть газеты поместить целлофановые пакеты и сушить в течение двух месяцев после этого вновь поместить на токарный станок и проточить придав окончательную форму теперь мы знаем что таким образом мы можем не только экономить драгоценный материал но также делать красивые чаши из дерева а для тех кто находится в самом начале своего токарного пути мы записали подробный видеокурс о котором вы можете узнать перейдя по этой ссылке с вами андрей громов и русская токарная школа и 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